Четыре вопиющих случая браконьерства выявлено в Мурманской области в этом году. Ущерб на сумму более 480 тысяч рублей нанесен злоумышленниками животному миру Кольского края. Подробности в нашем следующем материале. Четыре резонансных случая раскрыто в регионе в этом году. По факту незаконной охоты возбуждены уголовные дела. В Кольском районе жертвой браконьеров стали три лося. Их застрелили на территории спортивно-стрелкового клуба. Ущерб государству по этому делу был возмещен, а виновный осужден. Еще двух животных застрелили в районе государственной границы. Но не только лоси пострадали в ходе нелегальной охоты. Также четвертое дело было по факту незаконной добычи трех куропаток. Вроде бы казалось бы мелочь, но нарушитель производил транспортировку этой продукции с помощью механического транспортного средства. Это является отягчающим обстоятельством. И только вот это стало фактором того, что было возбуждено уголовное дело. Много волнения вызывают у северян медведи. Этой осенью их нередко можно было увидеть вблизи городских свалок. В поселке Белое море зафиксирован случай, когда Мишка беззастенчиво воровал собак из частного хозяйства. Провинившегося Косолапова пришлось застрелить. Большой крупный медведь, ну как говорят, матерый. Значит, охотники, которые помогали нашим охотоведам в проведении этих мероприятий. Значит, медведь повредил двух собак охотничьих. Ну, то есть вот такая ситуация. Медведь реально, в общем-то, представлял такую угрозу. Если он уже начал лазить по дворам и воровать собак, то, в общем-то, была реальная угроза жизни и здоровья людей. А вот у остальных пойманных охотоведами Косолапых наблюдается, напротив, недостаток массы тела. Судя по всему, пищи им явно не хватает, поэтому не исключено, что многие из них не смогут отправиться в зимнюю спячку. Так что людям, предстоящей зимой в лесу, нужно быть особенно бдительным. Встреча с медведем-шатуном очень вероятна.